Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. Вот эти два боксера устроили бой года по версии телеканала ESPN. И для этого есть все основания. Итак, слева чемпион мира в полулегком весе по версии WBA, 33-летний Ли Вуд с рекордом 25 побед, 2 поражения, 15 побед нокаутом, защищал свой титул от притязаний Майкла Конлана. Конлан левша, его рекорд 16-0, 8 побед нокаута, он буквально под гонг в первом раунде отправляет чемпиона в тяжелый нокдаун левым размашистым крюком. Ну, как мы понимаем, гонг чемпиона спас, хотя вот во втором раунде еще видно, что Ли Вуд не восстановился до конца, и Майкл Конлан, конечно, пытается его добить. Перед этим боем 30-летний Конлан был фаворитом. Многие считали, что благодаря своей любительской карьере, действительно очень впечатляющей он там и на Олимпиаде дрался, и был неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, единственное, у него не хватает немножко, конечно, жесткости в ударе. Но, собственно говоря, и чемпион тоже, в общем, не панчер, прямо скажем. Ну, несмотря на это, Ли Вуд выходит второй раз подряд андердогом. Он, когда завоевал этот титул в предыдущем бою у китайца Ксю Кана, он тоже выходил как андердог, но смог титул завоевать. Майкл Конлан – это боксер компании Топ Рэнк, и компания Топ Рэнк, естественно, подбирает своим бойцам лучшие варианты. Конлан для этого дрался на категорию ниже, но Бопарум решил, что здесь очень хорошие шансы для его подопечного завоевать титул, и поэтому был организован вот бой с Ли Вудом. Ли Вуд постепенно восстанавливается от пропущенных ударов, но, несмотря на это, Майкл Конлан ведет этот бой, то есть вот мы видим, что в первой половине он фактически, ну, доминирует, и прогнозы букмекеров оправдываются. Ли Вуд чуть пониже Конлана, но, что интересно, у них примерно одинаковый размах рук, поэтому в данном контексте, конечно, преимущества нет. Но Конлан левша. Насколько это мешает чемпиону, ну, мы увидим чуть дальше. Конлан периодически фалил в этом бою, он много работал по корпусу, успешно замедляя Ли Вуда, но иногда пробивал чуть ниже пояса. Рефери на это так достаточно лояльно смотрел. Первая половина боя завершилась, неоспоримое преимущество претендента, и мы думаем, что к этому моменту, конечно, Бопарум был уверен, что провел очередной правильный ход, и его бизнес-стратегия работает на 100%. Наверное, в углу Ли Вуда понимали, что теперь для победы ему нужно только досрочно, потому что по очкам он слишком много уже отдал, и выиграть не получится. Майкл Конлан известен еще достаточно хорошим кардио. Правда, по уровню оппозиции, конечно, чемпион впереди, но мы видим, что здесь уровень оппозиции, ну, по крайней мере, пока этот фактор не работает. Девятый раунд. Ли Вуд уже пришел в себя, и теперь уже он начинает прессинг. Прекрасно понимая, что если он хочет сохранить титул, ему нужно провести максимум, выложиться на 110%, как это говорят. А Майкл Конлан постепенно начинает уставать. Очень хороший был размен вот в 10-м раунде. Посмотрите, какие удары доносят друг на друга. Но, как мы понимаем, еще раз повторюсь, что ни тот, ни другой не обладает таким действительно разовым, нокаутирующим ударом. И у того, и у другого досрочные победы, чаще всего это совокупный тоннаж попаданий. Очень хорошо действует сейчас Ли Вуд. Смотрите, приходится Конлану защищаться корпусом, клинчевать, и сейчас вот рефери явно остановил бой немножко в пользу Майкла Конлана, чтобы дать ему перевести дух. 11-й раунд у нас. Картина не меняется, чемпион продолжает прессинг, а Майкл Конлан больше действует, конечно, в защите. И даже когда он проводит какие-то атакующие действия, уже видно, что взрыва и мощи в его ударах нет. Все больше и больше Майкл Конлан пропускает ударов. Но, несмотря на это, он сохраняет тот самый вот задел в судейских записках. Очень хороший очередной размен. И тот, и другой попадают. Вот здесь вот подскользнулся Майкл Конлан, но рефери отсчитал ему нокдаун. И вот 12-й раунд. Даже несмотря на нокдаун, к этому моменту, к 12-му раунду, Майкл Конлан был впереди на судейских записках. И вот сейчас смотрите, что будет. Удар справа, стоячий нокаут практически, и вылетает Майкл Конлан за ринг. Давайте посмотрим еще раз этот момент с другой точки. Это был отличный бой. Фактически драма в ринге. И мы увидели, что Ливуд, который в очередной раз был андердогом, смог обмануть всех и защитить свой титул в первый раз. С чем мы его и поздравляем. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Смотрите бокс, ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.